Беседа 3. Римлянам 1.18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестии и неправды человеков, подавляющих истину неправдою. Заметь благоразумие Павла. Как он начинает с более приятного, обращает речь к более страшному. Сказавши, что Евангелие есть причина спасения и жизни, сила Божия, что оно способно совершить спасение и оправдание, он говорит теперь то, что может устрашить даже невнимательных. Обыкновенная большая часть людей привлекается к добродетели не столько обещанием благ, сколько страхом скорбей. Но апостол склоняет римлян и тем и другим. Так и Бог не только обещает царству, но и угрожает гиенную. И пророки таким же образом проповедовали иудеям, всегда присоединяя к благам и наказаниям. По той же причине и Павел разнообразит речь и не без основания, но сперва предлагает приятное, а потом печальное. Показывает, что первое есть дело, предваряющее воли Божией, а последнее зависит от порочной жизни нерадивых. Так и пророк прежде упоминает о благах, говоря, если захотите и послушайте меня, то будете есть благо земли. Если же не захотите и не послушайте меня, то меч пожрет вас, Исайя 1.20. В таком же порядке и Павел располагает здесь свою речь. «Смотри, — говорит он, — Христос пришел и принес прощение, оправдание и жизнь, но дарует это не просто, а припосредстве креста. Но самое важное и удивительное здесь не то, что Он только даровал нам это, но то, что Он так много пострадал. Потому если вы надменно поступите с дарами, то подвернетесь бедствиям». И заметь, как апостол возвышает речь, открывается, говорит он, «Гнев Божий с неба». Откуда это видно? Если такой вопрос предложит верующий, то мы представим ему изречение Христа. А если бы спросил «Неверный» и «Елен», то сам Павел загрожает ему уста тем, что говорит впоследствии о суде Божьем, приводя непререкаемые доказательства из событий, совершившихся с язычниками. И что всего удивительнее, апостол доказывает, что противящиеся истине сами подтверждают учение истины тем, что делают и говорят каждый день. Но об этом скажем после. А теперь займемся настоящим предметом. Открывается гнев Божий с неба. Конечно, в настоящей жизни часто это бывает. Например, гнев Божий открывается в голоде, язвах и воинах, когда он оказывается или каждый в отдельности, или все вместе. Что же тогда произойдет чрезвычайного? То, что наказание будет большее, общее и другого рода. Ведь то, что бывает ныне, служит к исправлению, а то, что случится тогда, будет наказанием. Указывая именно на это, Павел сказал, что ныне, если бы мы были наказываемы, то не судились бы с миром. Ныне многим кажется, что многое совершается не в следствии гнева свыше, но по причине человеческой неприязни. Но тогда, когда судья, сидя на страшном престоле, повелит одних вернуть в печь, других во тьму внешнюю, а иных осудит на другие неизбежные и нестерпимые муки, тогда будет ясно, что наказание от Бога. И ради чего апостол не сказал так ясно, как, например, Сын Божий придет со тьмами ангелов, потребует отчета у каждого, но, говорит, открывается гнев Божий. Слушатели были еще из новообращенных, потому апостол сначала привлекает их тем, что они и сами признавали. Притом, мне кажется, что это было обращено к язычникам. Вследствие этого апостол начинает общих понятий, а после ведет речь и о судье Христовом. На всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Здесь апостол показывает, что пути нечестия многочисленны, а путь истины один, так как заблуждение есть нечто разнообразное, многовидное и смешанное, а истина одна. Сказав обучение, апостол говорит и о жизни, упомянув о неправде людей. И неправда бывает разная. Одна касается имущества, когда кто-нибудь обижает в этом своего ближнего. Другая, жен, когда кто-нибудь, оставив свою жену, расторгает брак другого. Но Павел называет это лихаимством, говоря, чтобы не приступали и лихаимствовали вещи брата своего, 1 Фессон Никитин 4.6. Иные опять вместо жены и имени похищают в честь ближнего. Это также неправда. Ибо лучше имя доброе, нежели богатство многое. Притча. 22.1. Хотя некоторые утверждают, что у Павла это сказано об учении, но, однако, нет препятствий относить его слова и к тому, и к другому, то есть и к учению, и к жизни. А это и значит подавляющих истину неправдой, узная из последующего. 23.1. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Но язычники эту славу приписали деревьям и камням. 510. Подобно как тот, кому была вверена царская казна и приказана истратить ее для славы царя, а он и сдерживает ее на злодеев, блудниц и чародеев, пышно содержа их на царские деньги, наказывается, как весьма тяжко оскорбивший царя, так и язычники, получившие введение о Боге и славе его, а потом приписавшие его идолам, подавляющих истину неправду и по собственной вине оскорбили знания, воспользовавшись им не так, как следовало. Теперь ясны ли для вас слова апостола, или нужно еще пояснить их? Может быть, необходимо опять повторить? Так что же значит сказанное апостолом? Бог введение о себе вложил людям с самого начала, но язычники, приложив свое знание о Боге к деревьям и камням, оскорбили истину по собственной вине, так как сама истина пребывает неизменную и имеет славу непоколебимую. А из чего видно, Павел, что Бог язычникам дал это знание? И с того отвечает апостол, что можно знать о Боге явно для них, но это истеснение, а не доказательство. Ты же докажи им, не убедись, что знание о Боге открыто было язычникам, но они самовольно уклонились от него. Как же оно было им открыто? Разве им голос раздался с небу? Нет. Но Бог сделал то, что больше голоса могло привлечь их внимание. Именно Он поставил перед ними свое творение, которое при посредстве одного созерцания красоты всего видимого научало и мудреца, и необразованного, и скифа, и варвара возноситься мыслью к Богу. Поэтому апостол и говорит, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Что же подтверждает и пророк небеса проповедует славу Божию? Что скажут язычники в день суда? Мы не знали тебя, но разве вы не слышали голос неба, воспринимаемого взором и стройной во всем гармонии, звучащие громогласные трубы? Разве вы не заметили законов дня и ночи, когда остающихся неизменными всегда, твердого и непоколебимого порядка зимы, весны и остальных времен года, величия моря во время великой бури и среди волнений? Неужели вы не заметили, что все пребывает в порядке и своей красотой и величием возвещает Творца? Это самое и даже больше этого Павел и выразил в следующих словах. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Конечно, не для этого Бог сотворил мир, хотя это и случилось. Он предложил людям этот урок не для того, чтобы лишить их оправдания, но для того, чтобы они познали Его. Оказавшись же неблагодарными, люди сами лишили себя всякой защиты. Затем, показывая, каким образом язычники оказались лишенными оправдания, апостол говорит, «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце? Весьма велико, и одно это прегрешение, но вторая их вина состояла в том, что они поклонялись идолам, что осуждал еще Иеремия, говоря, «Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды, живой оставили, и высекли себе водоемы, разбитые». Иеремия 2.13 «Дали доказательством того, что язычники знали Бога и не воспользовались этим знанием, как должно апостол, выставляя то, что они признавали многих богов, почему и прибавил. Ибо познавши Бога, не прославили Его как Бога». Он указывает и причину, вследствие которой они впали в такое безумие. Какая же это причина? Та, что они во всем положились на свои помышления. Впрочем, апостол не так сказал, а гораздо выразительнее. Но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Подобно тому, как если бы кто-нибудь в безлунную ночь решается идти неизвестной дорогой или плыть по морю, тот не только не достигает цели, но скоро погибает. Так и язычники, решившись идти путем, ведущим к небу, лишили самих себя света. А затем, придавшись взамен света, тьме умствований, стали искать бестелесного в телах и неописуемого в образах, и таким образом подверглись ужаснейшему крушению. Кроме указанной причины их заблуждений, Павел приводит и другую, называя себя мудрыми, а безумели. Много о себе думая и не пожелавши идти путем, какой предписан им Богом, они погрязли в помыслах неразумия. Затем, указывая, изображая гибель язычников, насколько она была ужасна и лишена всякого оправдания, апостол говорит, «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся». Первая вина язычников в том, что они не нашли Бога. Вторая в том, что не нашли, имея к тому большие очевидные основания. Третья в том, что называли себя мудрыми. Четвертая в том, что не только не нашли, но и почитание, принадлежащее Богу, воздали демонам, камням и деревьям. В послании к коринфянам Павел также обличает высокомерие язычников, но иначе, чем здесь. Там он поражает их крестом, говоря, «Потому что не мудрые Божие премудрие человеческого». А здесь он без всякого сравнения осмеивает языческую мудрость, доказывая, что она сама по себе есть глупость и одно обнаружение высокомерия. Чтобы ты знал, что язычники имели знание о Боге, но сами погубили его, Павел и сказал, «Изменили, так как изменяющие что-нибудь изменяют в той цели, чтобы иметь нечто другое». Язычники хотели найти нечто большее, но так как были любителями новых введений, то и не удержались в данных пределах, а потому лишились и прежнего. В этом и состояла вся елинская мудрость. Потому они и восставали друг против друга. Аристотель восставал на Платона, стойки вооружались на Аристотеля и вообще один был противником другого. Так что не удивляться им нужно за их мудрость, а отвращаться и ненавидеть, потому что вследствие этого самого они и сделались неразумными. Если бы они не предали с размышлением, доказательствам и фасцифизмам, то не потерпели бы того, что потерпели. Далее, продолжая обвинение, апостол осмеивает и все идолослужение язычников. Если вообще изменение славы Божией смешно, то изменение в такой большой степени вне всякого оправдания. Размыслишь, а кому изменили язычники и чему воздали славу? А Боге надлежало думать, что Он Господь всего, что Он сотворил несущее, что Он обо всем промышляет и печется. В этом состоит слава Божия. К тому же приложили, кому ее язычники? Не к людям, но к подобию образа тленного человека. Даже на этом не остановились, но снизошли до животных, а лучше сказать, до изображений их. И ты заметь мудрость Павла, как он представил две крайности. Бога, который выше всего и пресмыкающихся, который ниже всего, или лучше сказать, не пресмыкающихся по подобию их, чтобы ясно показать несомненное безумие язычников. Познание, какое надлежало иметь о существе, несравненно с тем превосходящим, они приложили к тому, что без сравнения ниже всего. Но скажет кто-нибудь, имеет ли это отношение к философам? Да. К ним преимущественно относится все сказанное. Они имеют учителями египтян, которые изобрели это. Гордится этим и Платон, который представлялся более почтенным, чем другие, и учитель его был привержен к тем же идолам, так как он именно приказал принести петуха в жертву Эскулапу. В язычестве можно было видеть изображения животных и пресмыкающихся, а также Аполлона и Диониса, почитаемых вместе с пресмыкающимися. А некоторые философы даже возвели на небо тельцов, скорпионов, драконов и всякую другую суету, так как дьявол всеми мерами старался низвести людей до подобия пресмыкающихся, и самым неразумным из всех тварям подчинить тех, которых Бог хотел возвести превыше неба. Не отсюда только, но и из другого можно видеть, что глава философов Платон виновен в указанном выше. Когда он встречает поэтов и говорит, что им нужно верить в их учения о Боге, так как они имеют точное знание, то в доказательство он представляет не более, как собрание басен, и утверждает, что смешные эти вымыслы нужно признавать истинными. «Свои предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Здесь апостол показывает, что нечестие было причиной нарушения законов, а слово «предал» здесь означает «попустил». Подобно тому, как предводитель войска, оставив его и удалившись во время жаркого боя, предает воинов врагам, не через содействие свое, но тем, что лишает своей помощи. Так и Бог. Исполнив со своей стороны все, оставил тех, которые не хотели принять его повеление, и первые от него удалились. И рассуди. Бог предложил людям вместо учения мир, дал им разум, рассудок, способный понимать то, что должно, но они ничем из этого не воспользовались для своего спасения, и даже извратили то, что получили. Итак, что же набежало делать? Неужели привлекать их силой и поневоле? Но это не значит делать их добродетельными. Оставалось предоставить их самим себе, что Бог и сделал, чтобы люди, посредством личного опыта, узнавшись все то, к чему они так сильно стремились, сами, наконец, сбежали от позоров. Если какой-нибудь царский сын без чести отца пожелает быть с ворами, убийцами и грабителями гробниц, и общество таких людей предпочтет отцовскому дому, то отец, конечно, отставит его, чтобы собственным опытом он мог убедиться в безмерном своем неразумии. 514. Но почему апостол не упомянул ни об одном ином грехе, например, об убийстве, любостяжании и других подобных, но упоминает только о невоздержании? Мне кажется, что он имеет в виду современных ему слушателей и тех, которые должны были получить его послание. Заметь, какое выразительное изречение. Сами сквернили свои тела. Языкщики, говорит Павел, не имели нужды других оскорбителей, но сами себе делали то, что им могли причинить враги. Потом, возвращаясь опять к причине, апостол и говорит. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Что особенно было смешно в язычестве, то апостол перечисляет по видам, а что представляется достойнее прочего, о том он говорит вообще, но посредством того и другого доказывает, что язычество есть служение твари. И заметь, как он выразил свою мысль. Не сказал просто «послужили твари», но прибавил «нежели Творца» более. Такой прибавкой он увеличивает вину язычников и лишает их всякого извинения. Это нисколько не повредило славе Божьей, говорит Павел, потому что Бог благословен вовеки. Здесь апостол показывает, что Бог оставил язычников не потому, что мстил за себя, так как он ничего от этого не потерпел. Если язычники оскорбляли его, то он не оскорблялся, слава его не умолилась, но он всегда пребывает благословен. Если и любомудрый человек часто может совсем не чувствовать оскорбления, то тем более Бог – существо бессмертное и неизменяемое, слава неприходящая и неподвижная. Ведь и люди уподобляются Богу в этом отношении тогда, когда они нисколько не чувствуют обиды от тех, которые желают вредить им. Когда они не оскорбляются наносимыми им обидами, не чувствуют ударов, когда их бьют, и на смешек, когда другие смеются над ними. Но возможно ли это, спросит кто-нибудь? Возможно, даже весьма возможно, всякий раз, как ты не скорбишь, по поводу случившегося. И как возможно, спросит, не скорбечь? А я спрашиваю, как можно скорбечь? Скажи мне, если бы тебя оскорбило собственное твое дитя, то неужели ты эту обиду счел бы за действительную обиду? Неужели ты стал бы скорбечь? Нет. А если бы ты стал обижаться, то не смешон ли ты тогда будешь? Будем мы таким же образом относиться к ближнему, и тогда не поддержим ничего неприятного. Ведь обижающие другого неразумнее детей. Не будем требовать, чтобы нас не обижали, но, будучи обижены, перенесем обиду великодушно, так как в этом и состоит истинная честь. Почему же так? А потому что в этом ты, господин, а в том, другой. Разве ты видел, что упораженный Адаман сам ударил? Такова, ответишь ты, его природа. Но ведь и тебе по доброй твоей воле возможно сделать все таковым, каков он по природе. Что же, разве ты не знаешь, что отроки не опалились в пищи, а Даниил в варве не потерпел никакого зла? И ныне это может случиться. И нас окружает львы гнев и похоть, имеющие опасные зубы и расперзывающие всякого подвергшегося их нападению. Будь же таким, как Даниил, и не позволяй этим страстям впиваться зубами тебе в душу. Но скажешь, Даниилу во всем помогала благодать. Правда, но помогала, потому что ей предшествовала собственная его воля. Таким образом, если и мы пожелаем сделаться подобными ему, то благодать и ныне готова помогать. Как ни голодные звери, они не прикоснутся к твоему ребру. Если они устыдились тогда, когда увидели тело раба, то неужели не усмирятся теперь, когда увидят члены Христова, а таковы мы, верующие? Если же не усмиряются, то, конечно, по вине вверженных. Действительно, многие доставляют этим львам обильную пищу тем, что содержат блудниц, нарушают браки, мстят врагам, поэтому и растерзываются, прежде чем достигнут дна рва. Но не то случилось с Даниилом, не то будет и с нами, если мы пожелаем, а совершится нечто больше того, что было прежде с Даниилом. Тогда львы не сделали вреда, а нам, если мы будем бодрствовать, обижающие принесут и пользу. Так Павел сделался знаменитым от оскорбителей и злоумышленников, а его вследствие многих болезней и ран, иеремия из-за грязного рва, но и вследствие потопа, авер вследствие злоумышления, Моисей по вине жаждавших крови иудеев, так и Елисей, так и каждый из великих тех мужей, и они получили блестящие венцы не за безмятежную и роскошную жизнь, но за скорби и искушения. Поэтому и Христос, ведая об этом способе, прославление говорил ученикам, в мире будете иметь скорби, но мужайтесь, я победил мир. Так что же спросят, разве немногие также пали под тяжестью зол? Пали, но не от свойства искушения, а от собственного нерадения, но тот, кто говорит, что при искушении даст избавление так, чтобы вы могли перенести, сам да поможет всем нам и да просрет руку, чтобы мы торжественно прославленные достигли вечных венцов благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, в котором отцу и Святому Духу слава, честь, держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.